В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. Я и мои коллеги в ближайшие 20 минут расскажем вам о главных событиях этого дня. Предупрежден, значит вооружен. Противопаводковые мероприятия и тушение лесных пожаров отработали окружные спасатели в рамках командно-штабных учений. В нашем эфире кадры с одной из тренировок. Товары первой необходимости и продукты в шаговой доступности. В микрорайоне авиаторов открылся торговый центр. Причем предлагают жителям новостроек не только покупки, но и рабочие места. Когда дом – настоящая мастерская, телеканал Север продолжает цикл материалов о талантливых жителях Заполярного района. Сегодня расскажем о народном умельце из села Несь. Программа «Дальневосточный гектар» будет распространяться и на Арктику. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на премьер-министра России Михаил Мишустина. Также будут расширены границы территорий в Арктике, в пределах которых можно получить льготный гектар земли. Мишустин отметил, что россияне смогут взять участок земли по упрощенной процедуре в более короткие сроки. По его словам, особое внимание будет уделено сохранению традиций и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Премьер добавил, что Кабинет министров даст возможность предоставления второго дальневосточного гектара тем, кто освоил первый. Председатель правительства заметил, что такие меры позволят более активно вовлекать в хозяйственный оборот неиспользованные земли не только в Дальневосточном федеральном округе, но и в Арктической зоне. Напомню, закон о предоставлении россиянам дальневосточного гектара вступил в силу 1 июня 2016 года. Согласно ему, каждый гражданин России сможет бесплатно получить на Дальнем Востоке земельный участок в пользование сроком на 5 лет, а при его освоении в аренду или собственность. В Денинском округе завершился сезон зимников. 15 апреля вступил в силу приказ Департамента природных ресурсов и экологии АПКНО о запрете движения механических транспортных средств по зимним дорогам в Тундровой и Лесотундровой зонах. Как пояснили в профильном ведомстве, нормативный документ запрещает движение транспорта по всем зимним автодорогам региона. В отношении нарушителей данного запрета будут применяться штрафные санкции. Согласно окружному закону, передвижение по оленям пастбищам на гусеничной технике и иной грузовом транспорте в период отсутствия устойчивого снежного покрова влечет наложение административного штрафа. Для граждан он составит от 1000 до 2500 рублей, для должностных лиц от 20 тысяч рублей до 50 тысяч рублей, для юридических лиц от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. Решение о закрытии зимних дорог на территории округа принято для сохранения целостности оленях пастбищ и связано с потеплением и таянием снега. В прошлом году запрет на движение по зимним дорогам был введен 30 апреля. Мост через Кую демонтируют 18 апреля. Это связано с резким подъемом воды. Работы по демонтажу запланированы на 18 мая. Об этом сообщили в департаменте строительства ЖКХ энергетики и транспорта НАО. Жителям рекомендуется спланировать свои поездки заблаговременно. Сроки восстановления наземного сообщения будут зависеть от прохождения ледохода. Как правило, происходит это через месяц. Напомним, мост через Кую снимают каждый год в преддверии ледохода, чтобы пролетные строения не смыло водой. В прошлом году демонтаж был произведен 13 мая. На пуль диспетчера поступил сигнал о пожаре в лесополосе недалеко от Наринмара. По такой легенде прошла тренировка огнеборцев в рамках командно-штабных учений, которые проводятся в эти дни по всей стране. Александра Литкова расскажет подробнее. По учебной легенде в лесу в районе лыжероллерной трассы горит лес. Пожарам необходимо ликвидировать возгорание и не допустить дальнейшее распространение на хозяйственные объекты. У нас создалась угроза объекту ЖКХ в виде верхового пожара лесополосы. Сейчас будут привлекаться пожарно-спасательные подразделения для защиты и уже непосредственной ликвидации этой угрозы. На сборы и выезд к месту возгорания пожарным дается всего минута. По прибытию спасатели начинают работу на объекте. Развертывают пожарные рукава и продвигаются к месту условного возгорания. В среднем по две машины приезжает всегда. В случае, если силы средств будет недостаточно, руководитель тушения пожара оценит обстановку и запрашивает дополнительные силы. Тренировка пожарных прошла в рамках ежегодных командно-штабных учений, которые проводились по всей стране в течение трех дней. Спасатели отрабатывали навыки по ликвидации последствий поводка, а также приведению в боевую готовность органов управления и силы реагирования на чрезвычайную ситуацию. Проводилось оповещение, информирование, доведение сигналов управления, проверка готовности сил и средств, которые будут участвовать в случае ухудшения поводковой обстановки по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с этими элементами. Прохождение ледохода на печоре в районе Нарьенмара в этом году ожидается в середине мая. Максимальные уровни воды прогнозируются близкими к средним многолетним значениям. О подготовке к поводку в регионе в ходе оперативного совещания с Главным управлением МЧС России рассказал глава Нинецкого округа Юрий Бездудный. По состоянию на 14 апреля все реки, протекающие по территории региона, находятся в зимнем состоянии. Наблюдается дефицит запаса воды в снеге. Снегозапас составляет 60-80%. Толщина льда на реке Печоре составляет 96 см, что в пределах среднем многолетних значений. Спланирован и проводится комплекс необходимых подготовительных превентивных мероприятий по подготовке к поводковому периоду. По словам губернатора, информация о поводковой обстановке от гидропостов поступает каждый час. В двух муниципалитетах округа, Андикском и Приморско-Куйском, развернуты пункты временного размещения на 260 человек. Александр Литкова, Леонид Шишилов, Антон Гудряков, Телеканал Север. Удобное расположение и большой выбор товаров. Совсем недавно в микрорайоне Старый аэропорт при поддержке администрации Нинецкого округа открылся торговый центр Наринмарского потребительского общества. В здании расположен современный торговый зал и кафе на 50 посадочных мест. И вновь в тему продолжит Александра Литкова. Строительство торгового центра в микрорайоне Старый аэропорт началось почти три года назад. Его общая площадь – полторы тысячи квадратных метров. Площадь большая. У нас представлены все виды, все группы товаров. Начиная с промышленной, хозяйственной. У нас игрушки представлены, у нас канцтовары представлены. И большой ассортимент продовольственных товаров, которые включают все. Скоропорт молочка, сырые колбасы, заморозка, консервация. То есть покупатель, придя к нам в магазин, может купить все. Начиная с хозяйственной части и кончая готовой продукцией, которая готовится у нас в Горпо. Мы привозим сюда и горячее, и салатики, и выпечка, и хлеб. Открытие торгового центра – это не только возможность приобрести все необходимое в одном месте, но и большое количество вакансий. Так несколько жителей микрорайона уже прошли обучение и приступили к работе. Одна из них – Любовь Федоренко. Ушла со своей работы с садиком. А здесь возле дома мне близко, хорошо, удобно. Пришла, обучили меня на кассе, все, всему обучили. Мне очень нравится, коллектив хороший. Строительство нового объекта обошлось Горпо в 80 миллионов рублей. Из окружного бюджета была выделена субсидия в размере 18 миллионов. В конце 2019 года мы понимали, что строится новый микрорайон. И для того, чтобы обеспечить население хорошим качеством продовольственных товаров, было принято решение предусмотреть новый вид субсидирования на возмещение капитальных затрат при строительстве торгового центра. Этот новый вид субсидии соответствует порядкам, которые разработаны Министерством промышленности и торговли. Этот вид субсидии получили поддержку у собрания депутатов. После этого в конце 2019 года выделили 18 миллионов рублей на достройку данного торгового комплекса. Главным условием получения субсидии было создание не менее 40 рабочих мест. Основная цель наша была предоставление данной субсидии. Это увеличить количество торговых площадей. Они здесь достигают порядка полутора тысяч квадратных метров. Увеличить количество рабочих мест. У компании, у городского потребительского общества есть обязательство создать не менее 40 рабочих мест взамен на то, что мы дали им эту субсидию. На сегодняшний день штат сотрудников магазина 11 человек. Особенно остро магазин нуждается в продавцах-консультантах. Кроме того, на территории торгового центра открылось кафе на 50 посадочных мест. В кафе пришли, перекусили, чай, кофе и горячее все там есть и с удовольствием ходят, прям с семьями ходят и покупая еще и заходят отдыхают, кушают в кафе. В ближайшие дни на территории торгового центра откроется парикмахерская. А на прилегающей территории будет обустроена парковка для автомобилей на 30 мест. Александра Литкова, Антон Водряков, Телеканал Север. Любовь к природе и братьям нашим меньшим со школьной скамьи. Во Дворце культуры Арктика продолжает свою работу выставка, организованная Центром природопользования и охраны окружающей среды и Департаментом природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО. На экспозиции представлены рисунки старшеклассников из всех школ Ненинского округа. Работы были собраны в ходе конкурса, посвященному 200-летию открытия Антарктиды и в конкурсе фотографий красоты Севера. В рамках осуществления федеральных и субъектовых программ мы совместно с Департаментом проводим различные мероприятия. Это конкурсы рисунков, конкурсы фотографий, поделок различных на экологические темы. 17 рисунков и 30 фотографий были представлены жюри для выбора победителей. В конкурсную номинацию вошли преподаватели из общеобразовательных и художественных школ города, а также сотрудники Центра природопользования и охраны окружающей среды. Призеры получили подарки, а все участники – грамоты. Мы сформировали из данных работ детских две выставки, которые так мы и назвали. Выставка прошла в Пустозерском доме-интернате для инвалидов. Это поселок Искатели, и впоследствии мы ее перевезли и осуществили проведение выставки в КДЦ Дворец культуры Арктика. Посмотреть работу участников можно на первом этаже Дворца культуры Арктика. Выставка продлится до 20 апреля. О новых конкурсах и различных экологических акциях можно узнать на сайте Центра природопользования и охраны окружающей среды. Наш следующий материал о народном умельце из села Несь. Иван Литков превратил свой дом в настоящую мастерскую. Здесь рождаются на свет картины, фигуры из рога оленя и даже чучело животных. С мастером прикладного творчества познакомилась Алина Ваучейская. Дом Ивана Литкова – настоящая мастерская. Причем каждая картина написана по мотивам тундровой жизни. Например, вот здесь изображен покров день. А что они сидят? Там и шкура не лежат. Ничего не там. Были мы на охоте, это, племянника на охоте, морского зайца стреляли. Ну, били. И утром проснулись, как раз было 14 октября. И выпал снег, примерно вот такой толщины. И кругом все белое, и небо синее-синее. Только листвы были желтые. Пейзажи заполярной тундры и морского побережья, дикие обитатели Арктики и сюрреалистичные композиции. Все это народный умелец Иван Литков переносит из своей памяти на деревянные планшеты. Так мастер называет срубы ольхи. Пишет акварелью и гуашью. А еще вырезает рисунки на коже и ваяет шедевры из рога оленя. По нему, это матуя называется, оленя впереди торчат. Вот, еще хватит что-то времени. Хорошо поддается, да, обработке? А ее, естественно, хорошо берет. В руках Ивана Литкова рождаются фигурки обитателей Седого Канина. Талисманы и брелоки. Умелец по-настоящему влюблен в свое дело. А в селенесь уже заполучил негласное звание мастера на все руки. Буквально недавно сделал тоже сюда. Огромные лыжи, обтянутые оленями шкурами, называются комысницы. Деревянное основание выполняется из осины или ольхи. Такое средство для передвижения пользуется огромной популярностью у охотников из северных широт. Потом, когда тепло, те лыжи начинают просто прилипать. Хоть пластиковые, хоть такие. А эти лыжи идут, им поборозжут. Все. А на шкур может подняться вот так. Шерсть это тормозит. А впереди у них шерсть ближе. Это типа как тормоз. Своё мастерство Иван Литков передал племяннику Тимуру. Научил парня выделывать шкуры, обрабатывать кость. Но главным увлечением для Тимура стала токсидермия. Это изготовление чучел животных. Начинал самоучкой, а с 2012 года занялся изготовлением чучел профессионально, когда работал в студии Сухарева в Санкт-Петербурге. Сегодня на создание одной фигуры у Тимура уходит порядка двух дней. Нравится, как сидишь, просто делаешь, получается результат. Смотришь уже, интересно, свой трофей какой-нибудь тоже сделать. Потом, когда смотришь на него, он висит, ты думаешь. Вспоминаешь тот момент, какой-то охотничий такой вот, такая ситуация на вашем уровне. Вроде столько времени прошло, не знаю. Посмотрел, как будто бы это вчера было. Прикладное творчество не дает скучать народным умельцам. Руки всегда заняты делом, а вдохновение подкидывает новые идеи для работ. В каждую картину, в каждую фигуру мастера вкладывают душу. Этим и живут. Алина Ваучейская, Вадим Стасюк, телеканал «Север», Село Несь. Триумфальная победа! Наши спортсмены показали отличные результаты на первенстве Северо-Западного федерального округа по боксу. О том, как северные боксеры показали себя на сборах, расскажет Наталья Дуркина. Нокдаун на втором раунде. Павел Чупров на ринге чувствует себя, как рыба в воде. 14-летний боксер в буквальном смысле выбил победу. Я вышел, объявляю, что он занимается пять лет боксом, а я только два занимаюсь года. Я очень испугался, но потом собрался с мыслями и подумал, я с пяти лет в этом спорте, я семь лет борьбой занимался. Уже и вот я собрался, я же тоже силачий. И подумал, все, я точно выиграю. И все, так вот. И шел к этой цели, боксировал. Однако победа в финальном бою показалась тренеру соперника незаслуженной. Был подан протест. Награды, которые только что вручили Павлу, отобрали. Мы вышли уже, все, как бы победа наша. Паша там весь радуется, звонит бабушке, маме, там все. Весь этот, весь счастливый. И тут поэтому говорят на громкую связь, то есть, что вот верните награды. После пересмотра боя судьи единогласно вынесли вердикт. Победа за Павлом. В этом бою, прождение решения судьи, победа одержала. Слава Победина, первый экспозитор западного федерального округа. Весной категории до 70 килограмм. Боксер красного блата, федеральный павел, немецкий автономный округ. В соревнованиях участвовали 128 спортсменов из республик Карелия, Коми, Архангельской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Ленинградской, Мурманской, Калининградской областей, а также Ненецкого автономного округа. Соперник Константин Чупров оказался чуточку проворнее, и боксер занял третье место. Пока у меня было 17 боев и типа 17 побед. Но потом я когда-то приехал, там я провел три боя, и потом у меня уже стало 20 боев и 19 побед. По сравнению с тем, что было в прошлых, выйдя из соревнований, я набрался больше опыта, которые сейчас были. Это далеко не первое соревнование заполярных боксеров. Не так давно серебро привез Эльчин Мамедов. Юноша боролся в весовой категории 46 килограмм. У первого она была не очень. У второго нормально тогда было. Просто пережал его и выиграл. А третьего, ну, опыта не было с высокими работами. Там высокий был и встречал меня. И вот. Так тоже нормальная подготовка у нас была. Мы на две недели уезжали в Черковец, там тренировались. Тренировки проходят в режиме нон-стоп. Ребята не расслабляются. Впереди первенство России. Павел Чупров будет представлять Ненецкий округ. У нас каждый день тренировка, кроме воскресенья. Воскресенье у нас день отдыха, там баня, что-нибудь такое расслабляющее. А так каждый день, да, тренировки. На сборах же уже будет по две тренировки в день. Сейчас первенство России будет в городе Анапа в конце месяца, вот, в конце мая. Вот. Перед этим планирую вывести Павла на сбор и еще двух ребят, которые заняли третье место. Вот. Ну и потом вот покажем на первенство России уже. Надеюсь, какой-то результат. Добавлю. Первенство СЗФО проходило в Великом Новгороде с 3 по 7 апреля. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Телеканал Север. Это были новости на телеканале Север. Далее смотрите прогноз погоды. Субтитры сделал DimaTorzok